В Армении нашли новый повод обидеться на Россию. Официально, эта обида не озвучивается, но вот через, лояльные новой власти СМИ, звучит прямо-таки грусть-печаль. Шмыгая носом и утирая сопли, там сетуют на то, что президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с завершившимися парламентскими выборами. И тут же вываливается следующий аргумент. В течение первых двух дней после парламентских выборов в Армении, Никол Пашинян получил многочисленные поздравительные послания, в том числе от США, ЕС, Ангелы Меркель, из Грузии. Вот, даже официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касими приветствовал прошедшие в Армении парламентские выборы, выразив надежду, что ирано-армянские двусторонние отношения будут при новом правительстве развиваться еще интенсивнее. Из России, переживают армянские СМИ, ничего не поступило. Оттуда бунтарю никто не пишет. Более того, российские эксперты в один голос критикуют выборы. Причем, даже те, кто раньше был откровенно лоялен к Армении. Почему уровень участия в выборах низкий? Потому что, протестующая часть электората, просто не приняла участие в выборах. Почему отказалась? Потому что есть разочарование, отсутствует вера в эту революцию. То есть, это участие, на мой взгляд, показывает, что революции не было. А был государственный переворот, заявил российский политолог Станислав Тарасов. Армянские СМИ уже облили его, скажем мягко, обильной критикой, посетовав на то, что Тарасова недавно пригласили в Ереван на заседание, так называемого Лазаревского клуба, где собрались пионеролюбители, армянского чупа-чупса, во главе с Затулиным. Но обида, по отношению к России, даже после критики в адрес российских политологов и политиков, не прошла. В Армении жаждали услышать слова поздравления от президента Владимира Путина. А их нет. И сразу начался парад аналогий. Например. В годы правления криминальной олигархии Роберт Кочарян и Серж Сарксян получали поздравительное послание, в первую очередь от Владимира Путина, который таким образом легитимировал результаты выборов, пишет армянская пресса. И тут бы напомнить этим писакам, что проблема, как раз и состояла в том, что никаких санкций и даже жестокой критики со стороны Запада за совершенно откровенно сфальсифицированные прежние президентские и парламентские выборы не было. На это, кстати, многократно указывал официальный Баку. В связи с тем, что ныне нет поздравлений со стороны президента России Владимира Путина, то впору бы ереванским СМИ задуматься о причинах случившегося. Имела место дискредитация СМО и организации ОДКБ. Это, ведь в Ереване регулярно выступают с претензиями и требованиями к России. Например, снизить цены на газ, выдать очередной кредит, в том числе и на покупку оружия, жалобы, на продажу Азербайджану российского оружия. Конца и края мольбам, рыданиям, причитаниям, с армянской стороны просто нет. При этом, в той же Армении регулярно звучат откровенно русофобские заявления. Среди представителей команды Пашиняна есть те, кто участвовал в акциях протеста в Ереване, держа в руках плакаты с оскорблениями в адрес России и лично Владимира Путина. Да и о чем говорить, если сам Пашинян, будучи оппозиционером, призывал к выводу российской военной базы из Армении, а также к ее выходу из ЯЭС. Все это было и все это помнят в России. Да, сейчас Пашинян заговорил иначе. Он уже заявил, что Армения не хочет в НАТО, он уже характеризует отношения с Россией, как блестящее. Он не раз стоял в приемной, ожидая встречи с Путиным. Но сам факт этих встреч, только сейчас понимают в Армении, вовсе не означает того, что в России изменилось отношение к новой власти. Которая провела такие выборы, в результате которых в армянском парламенте де-факто нет оппозиции, но есть родственники Никола Пашиняна. Зря старался Никол Ваваевич получается. Обидно, Ара. Это ведь не Пашиняна унизили, а Армении указали на ее место. Что не может не нервировать официальный Ереван. Особенно на фоне того, что Азербайджан наладил стратегическое сотрудничество, как с Россией, так и с США, чему свидетельством является очередная встреча в Баку начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО на европейском континенте Кертисом Скопороте.